Несмотря на то, что Австралия от нас далеко, и знаем мы о ней не так уж и много, вероятно, все хоть раз слышали о ее крупнейших городах – Сиднее, Мельбурне, Брисбене. Их объединяет не только большое количество жителей, но и близость к Тихому океану. Может показаться, что в центре континента почти нет жизни из-за сложных погодных условий и небольшого населения страны. Да и во многих видео об этом говорится. Поэтому я решил открыть карту и посмотреть, что же там есть на самом деле. Так и появился очень даже интересный герой этого ролика – город Алис-Спрингс. Алис-Спрингс расположен почти в самом географическом центре Австралии. Расстояние на автомобиле до ближайшего морского побережья – около 1200 километров, а до ближайшего крупного города – почти 1500 километров. Первые поселенцы на этой территории – это австралийские аборигены Аранда. Впервые они появились здесь несколько десятков тысяч лет назад. Их мифы рассказывают о том, что этот регион был создан огромными гусеницами, у которых не получилось выиграть битву с клопами-вонючками. В итоге тела гусениц превратились в горный хребет Макдоналл, где по сей день можно увидеть большое количество древних наскальных рисунков. Представители племени до сих пор живут в районе Алис-Спрингс и активно участвуют в борьбе австралийских аборигенов за свои права. Общая численность Аранда составляет порядка 2000 человек. Но современное развитие города началось гораздо позже – в начале 1860-х годов шотландский путешественник Джон Макдоналл Стюарт в сопровождении двух человек предпринял попытку пересечь Австралию с юга на север. Тогда ему удалось добраться лишь до хребта Макдоналла, став первым европейцем, его увидевшим. Впоследствии он еще два раза пытался пересечь континент и успехом увенчалась экспедиция, начавшаяся 23 октября 1861 года и завершившаяся 24 июля 1862. А в 1872 году, благодаря данным Стюарта, закончилось строительство австралийской наземной телеграфной линии, связавшей Аделаиду с Дарвином. Когда ее строили, геодезист заметил пересохшее русло реки. Проследив по нему, он нашел родник с чистой водой, который назвали Али Спрингс в честь жены сэра Чарльза Тодда, суперинтенданта телеграфов. Ну а пересохшую реку назвали Тодд. Что касается города, который мы сейчас знаем под этим названием, то он изначально носил имя Стюарта. В Али Спрингс его переименовали только в 1933 году. В 1878 в городе открыли почтовое отделение. Чуть позже появился полицейский участок. Важным моментом в истории города стало обнаружение рассыпного золота в Артлунге, расположенном примерно в 100 километрах на восток. Произошло это в 1887 году. С помощью так называемых верблюжих поездов начали доставлять воду и припасы из Али Спрингс в Артлунгу. Многие современные жители города – потомки тех самых погонщиков верблюдов. И да, если кто не знал, верблюдов в Австралию завезли еще в 19 веке. И сейчас по Австралии гуляют тысячи диких верблюдов. Но вернемся к теме видео. В 1929 году городу подвели железную дорогу, благодаря чему стало расти количество населяющих его европейцев. Но более серьезные изменения произошли во время Второй мировой войны. До ее начала Али Спрингс представлял собой изолированное поселение с пятьюстами жителями. В войну город превратился в перевалочную базу. В какой-то момент даже велись разговоры, что он сможет заменить Дарвин в качестве столицы северной территории Австралии. А уже во время холодной войны в 18 километрах от Али Спрингс построили американскую военную базу Pine Gap. Что там точно происходит неизвестно. Но что-то связанное со спутниками радиоэлектронной разведкой. Полеты авиации над ней запрещены. При этом секретная база успела не раз засветиться в массовой культуре. Например, Netflix целый сериал о ней снял. Работает она и по сей день. А последнее расширение и самое большое со времен холодной войны было в 2017 году. Штат сотрудников сейчас составляет около восьми сотен человек из Австралии и США. База без сомнения повлияла на развитие города, так как такую серьёзную инфраструктуру нужно было обслуживать. Сейчас город является центром железнодорожной и автомобильной магистралей, соединяющих север и юг континента. Местный климат здесь сложно назвать идеальным для проживания. Как и в других пустынных регионах по всему миру, температура здесь может доходить до плюс 40 градусов Цельсия в летние месяцы. В особо жаркие дни местные жители предпочитают не находиться подолгу на улице, укрываясь от зноя в торговых центрах. Да-да, здесь они есть. А ещё городской бассейн, университет и колледж, и даже аэропорт. При этом население города всего около 26 тысяч человек. Зимой становится полегче, и иногда градусник показывает даже минусовую температуру. Круглогодично в городе очень сухо, большая часть осадков выпадает летом. Но и тогда людям приходится пить много воды. Причём водопроводная вода Вали Спрингс совершенно безопасна для питья. В целом, если прогуляться по центральным улицам города, ничего кроме восторга это место не вызывает. Тишина, аккуратные улочки, подстриженные газоны, много деревьев. Нет и намёка на то, что ты находишься в центре пустыны Австралии. Но стоит лишь немного отъехать от центра, и сразу становится понятно, где ты. Согласно переписи 2021 года, в городе проживает около 26 тысяч человек. При этом каждый десятый здесь американец. То есть с гражданством США. Американцы постоянно живут в Вали Спрингс с момента создания 421-го отряда ВВС США в 1954 году. То есть ещё до строительства секретной базы. Естественно, с появлением Пайн Гэп их количество увеличилось. В городе также есть несколько эмигрантских общин, в том числе вьетнамская, китайская, тайская и индийская. Неудивительно, что в Вали Спрингс можно найти несколько ресторанов, где подают их традиционные блюда. Около 20% населения города – аборигены. Обычно они выбирают для проживания пригороды и небольшие семейные поселения, или так называемые городские лагеря. Последние появились в городах Австралии в 1970-80-х годах. Изначально они представляли собой место, где аборигены, приехавшие из отдалённых районов, могли временно перекантоваться. Впоследствии часть из них превратилась в постоянный дом для некоторых людей. Крупнейший работодатель Вали Спрингс – правительство северной территории Австралии. Это один из субъектов страны. Али Спрингс является третьим городом по численности в этом регионе и обслуживает территорию площадью 546 тысяч квадратных километров, что почти равняется площади Франции. 8% наёмных работников заняты в органах государственного управления, чуть меньше в школьном образовании и больницах. Также есть несколько горнодобывающих и скотоводческих предприятий. Долгие годы едва ли не основным источником пополнения городского бюджета были денежные поступления от Pine Gap. В последнее время важнейшее место стало принадлежать туризму. Примерно в 350 километрах от Али Спрингс находится национальный парк Улуру Кататьюта, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А чуть ближе расположен национальный парк ущелья Финки с потрясающим пустынным оазисом Пальмовая долина. В самом городе тоже есть некоторые интересные места. Например, для любителей животных – Центр спасения кенгуру. А для поклонников искусства работает Центр Аралуэн, включающий в себя четыре галереи и театр. Это основное место для проведения выставок в Али Спрингс. В центре внимания – работы художников-аборигенов и современное искусство. В число активного досуга входят пешие походы по близлежащим хребтам Макдоналл. Также проводятся несколько уникальных мероприятий. Например, регата Генли-он-Тот – это имитация лодочной гонки, проводимая в обычно сухом песчаном русле реки Тот. Под лодкой тут, правда, подразумевается металлический каркас, увешанный рекламой, который держит команда грибцов. Но, правда, они не грибут, а бегают по раскалённому солнцем песку. Это весёлое мероприятие собирает весь город на целый день. А в 1993 году произошёл забавный случай. Полил дождь, и русло реки наполнилось водой. Гонку тогда отменили. Как подшучивают местные, это была единственная регата в мире, которую отменили из-за того, что в реке есть вода. Для туристов вроде бы всё выглядит неплохо, но есть и ложка дёгтя. Сейчас Али Спрингс переживает далеко не лучшие времена. Из-за бедности коренного населения, проблем с трудоустройством и в первую очередь алкоголя, который до мая 2022 года был ограничен в продаже аборигенам, расцвела преступность. Ограничение продажи алкоголя в регионах проживания аборигенов – частая практика. В связи с тем, что коренные жители быстрее спиваются. Из-за генетических особенностей у них не вырабатываются ферменты, помогающие усваивать и нейтрализовывать алкоголь. Такая же проблема существует, например, у коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Власти северных территорий Австралии явно поторопились с отменой такого запрета. Так, в Али Спрингс после отмены ограничений был зафиксирован резкий рост числа преступлений, в том числе и тяжких, таких как убийства и грабежи. Рост более 40% за вторую половину 2022 года. Этот регион и раньше был одним из самых криминальных в стране. Но в 2022 году эти показатели просто улетели в небеса. Большая часть преступлений совершалась представителями коренных народов и подростками, объединившимися в молодежные банды, которые терроризировали горожан. Дошло до того, что власти города обратились к федеральному правительству с просьбой мобилизовать армию для установки порядка. Чтобы успокоить ситуацию, в город даже приезжал премьер-министр Австралии. Дошло до того, что туристические операторы не хотят связываться с Али Спрингс, а гостям настоятельно не рекомендовали выходить на улицу после наступления темноты. В конце концов, местные власти начали борьбу с высоким уровнем преступности, снова введя строгие ограничения в сфере торговли алкоголем и увеличив штат полицейских. После этого положение дел слегка улучшилось, но жители города уверены, что нужны и другие меры. Несмотря на нынешние трудности, для Али Спрингс не всё потеряно. Он ещё может и будет развиваться дальше в качестве туристического центра. Ведь окружающие его природные красоты и уникальное расположение в центре материка никуда не делись. А до самого города по-прежнему можно добраться либо на самолёте, либо на поезде, следующем из Аделаиды в Дарвин. Так что, если власти всё-таки прислушаются к большинству местных и начнут бороться с преступностью не только при помощи запрета алкоголя, но и создавая условия для повышения уровня жизни и образования коренного населения, у Али Спрингс будет реальный шанс стать благополучным городом во всех отношениях, привлекающим гостей со всего света. По крайней мере, у него для этого всё есть. На этом всё, друзья. Делитесь видео, если вам понравилось, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!